Егор Пронин вместе с двоюродной сестрой Полиной делает семейный календарь. На маленьких листочках отмечают любимые праздники, дни рождения близких и День защиты детей. Мальчик живет в семье родного дяди, занимается спортом и мечтает стать сварщиком. Егор говорит, каждый день чувствует поддержку близких людей. Играем разные игры, рисуем, играем в монополии, иногда ездим во Владимир, погулять, в парке гуляем. Екатерина и Виктор Пронины приехали с детьми из Юрьев-Польского. Говорят, для них воспитание – это прежде всего любовь и забота. Когда случилась трагедия, и Егор остался без родителей, супруги, не задумываясь, взяли мальчика в свою семью. Теперь все вместе отдыхают на природе, рыбачат и путешествуют. Само как получается? Само как, ну, доверие в первую очередь, заботу, любовь, ласку. Что еще? Держаться вместе. Да? Ну, само собой как-то течет. Бабушка помогает, дедушка. Восьмой слез замещающих семей стал рекордным по количеству событий. Начиная с февраля во всех районах области для родителей проводили конкурсы, семинары и конференции с педагогами и психологами. Семьи рассказывали о своих увлечениях и традициях. Организаторы говорят, это прежде всего поддержка людей с большим сердцем, для которых не бывает чужих детей. Даже уже одно то решение, что семья взяла ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью, уже говорит о том, что эта семья необыкновенная, что она обладает прекрасными человеческими качествами, что она действительно готова подарить частицу своего сердца, своей души, своего тепла, своего семейного очага ребенку, который лишился родителей. Среди участников «Большая семья Луговских» благодарность от областного правительства Татьяна получают вместе с детьми. Их 10-5 приемных стали по-настоящему родными. Все дружно живут в частном доме в Суздальском районе. Дети помогают с уборкой, готовят и ухаживают за огородом. А Татьяна вместе с мужем стараются поддерживать их интересы и увлечения. Бог наполняет любовью, чтобы этих детей обласкать и приютить, и дать им внимание, дать им заботу. Они все разные? Они все разные, но они все очень любимые, все особенные, все незабываемые. Есть у нас кто в музыкальную школу ходит, поет, играет на гитаре и на фортепиано играет. Разные увлечения. Есть кто любит рисовать, есть кто любит футбол играть. В Владимирской области почти 2000 замещающих семей, многие из них многодетные. Для тех, кто взял на себя заботу о детях, оставшихся без родителей, в регионе действуют меры социальной поддержки. Семьям предоставляют льготы, помогают с ремонтом жилья и организацией летнего отдыха. Очень важно поддерживать тех людей, которые дарят свое тепло, свою заботу детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мы обязаны сделать все, чтобы детство наших ребят было счастливым, чтобы оно было безопасным. И замечательно, что во Владимирской области очень много людей, которые дарят свое тепло. 2024 год объявлен президентом годом семьи. И, конечно же, поддержать замещающую семью – это настоящее дело во благо наших детей. Со словами благодарности к участникам слета обратилась и уполномоченная по правам ребенка в Владимирской области Юлия Роснянская. Она отметила, забота государства не ограничится рамками года семьи. Впереди реализация нового президентского национального проекта по поддержке семей с детьми. Александр Инин, Оксана Любимова и Артем Михалюта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова